Обиды друг на друга со стороны татары-башки, недопонимания и обиды друг на друга со стороны чеченцев, нынгушей, дагестанцев и азербайджанцев, карачаевцев и черкесов, кабардинцев и балкарцев. Самые близкие нам братья, самые крепкие братья в исламе и исторически вдруг сегодня оказались очень уязвимы перед разжиганием межнациональной розни противопоставления в социальных сетях. И вся эта рознь, скорее всего, исходит не от мусульман, она переходит к нам в реальную жизнь, в реальную ненависть, в реальную обиды, в реальный разрыв отношений. Касательно национализма, касательно нации, касательно положения и так далее, некое такое вот это аль-Асабия, где Всевышний, Субханава Та'Аля, говорит Я, айюха, ннасу, инна халакнаكم мин дзакари ваунфа О, люди, я вас отворил из мужчин и женщин, то есть из Адама и Яма. Инна халакнаكم мин дзакари ваунфа, всех людей из мужчин и женщин Я вас отворил из мужчин и женщин, и после вас пошли племена народа. Для чего? Для того, чтобы вы друг друга познавали. Для того, чтобы вы друг друга познакомились, познавали друг друга, и после этого Всевышний сказал, инна акрам, лучший из вас передо мной, это кто? Аллах Субханава Та'Аля не сказал, адамяكم, Аллах не сказал, самый богатый, Аллах не сказал, желтого цвета, или белого цвета человек, или темнокожий, или такой нацель. Друга, адамяكم, наилучший из вас, кто более набожный, кто более богобоязненный. И после этого Аллах Субханава Та'Аля сказал, если вдруг язык противоречит сердцу, потому что, алхамдуля, когда все нормально, мы все говорим, самый лучший из вас, кто набожный. А когда начинает конфликт, спор, Аллах Субханава Та'Аля, инна Аллах алимум хабир. Аллах Субханава Та'Аля свидетельно обо всем. Субханава Та'Аля. Поэтому, когда были некие споры между арабами, относительно, у кого лучше Кабиря, у кого лучше Клан, кто лучше, Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля говорил, оставьте это, и назвал это джагилийя, ин умур джагилийя из невежды. Когда Абу Зар поспорил с Билалем Радаллаху Аля, Билал был Хабаши из Эфиопии, но несмотря на все это, Билал Хабаши был муаздином Пророка Мухаммада Субханава Та'Аля. Раб которого покупали и продавали, Умар Радаллаху Аля сказал, Билал Саидуна, Билал наш господин. И когда он поспорил с Абу Дзарром, Абу Дзарр его во время гнева сказал, я биня сяуда, сын темнокожий, сын черный. И тогда Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля позвал его и сказал, инна камраун фикал джагилийя. Да и тот мужчина, в котором есть джагилий, еще что-то осталось в джагилии. Тогда он заплакал Абу Дзарр Радаллаху Аля и положил голову и сказал, я Билал Та'Аля. Наступай, прыгай на моей голове, если что-то не осталось из джагилии. Поэтому Пророк Субханава Та'Аля обратился к Сахабам, когда они спорили, всегда спорили между собой, кто из них лучше. Да, другие кланы между собой, спорили и так далее. Тогда Пророк Субханава Та'Аля сказал, куликум мин Адам, в Адам мин Туран. Все вы от Адама, Адам из глины сказал Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля. Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля. Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля и только за себя говорят на все, на все. Каждый будет говорить, Аллах Субханава Та'Аля, спаси меня, спаси меня. Сальмэн Аль-Фариси был персим, но Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля его вставлял впереди некоторые Сахабы в некоторых вопросах. Сухейб Руми, Милал Аль-Хабаши, сколько было Сахабов, которые не были арабами, которые не были коренными арабами-курашитами, но Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля вставлял в каких-то вопросах в первую очередь. Поэтому, Алхамду Лля, уважаемые братья и сестры, когда возникает вопрос, моя нация лучше или твоя нация лучше, мой тейп лучше или твой тейп, оставьте. Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля очень гнился, когда были вопросы такого характера. И первое, что он сделал, Пророк Мухаммад Субханава Та'Аля, когда переселился в Медину, Ахабель Мухаджирин и Ансар, сделал некое образование между Мухаджиром и Ансаром. Почему? Саифуллахи Маслюк, Халеб Бин Валид, Субханава Та'Аля, Саифуллахи Маслюк, Халеб Бин Валид, Великие Сахабы и Васяр были мучриком. Поэтому, Алхамду Лля, ничем оно нам не вредит, в тот день не поможет нам ни наша нация, не поможет нам ни наши отцы, ни наши дети. А что поможет? Аллах Субханава Та'Аля сказал, Мы лучше из вас, это тот, кто более богобоязнен. Сегодня в сетях разжигается ненависть между братьями из-за границы между двумя республиками. Эти села принадлежат этой республике или другой республике. Разжигается ненависть по поводу того, кто жил раньше на этой земле. Разжигается ненависть даже из-за смешных вещей, кому принадлежит та или иная порода лошади. Из-за этого братья, оставив обращение к Господу, оставив поклонение, оставив братство перед Аллахом, оставив великие цели, которых мы должны достигать вместе, спорят из-за того, тот народ вывел эту породу лошадей или другой народ вывел эту породу лошадей. Субханаллах, если бы посланник Аллах, если бы праведные наши предки услышали бы, из-за чего мусульмане разрывают братство перед Аллахом, они бы, Субханаллах, они были просто поражены. И вот то, что наш дорогой Хазрат, дорогой Устаз Асхад рассказывает нам о сподвижниках, как они преодолевали вот эту межплеменную рознь. Яркий пример, когда жители Медины, Ансары, высказали свое недопонимание и даже обиду пророку Мухаммаду, когда он отдал трофеев больше курайшитам после самой такой богатой битвы. Это уже было после Фатха Макка, после взятия Мекки. Он отдал большую часть трофеев только что пришедшим в ислам курайшитам из Мекканской знати. И Ансары сказали, я Расулуллах, неужели ты предпочел опять своих соплеменников в то время, когда мы защищали тебя, когда ты был гонимый, неужели ты опять их предпочел только из-за того, что они близки тебе? На что Расулуллах сам что ответил? Они сегодня уйдут отсюда с верблюдами и козами, а вы уйдете отсюда с посланника Баласа. То есть он опять показал жителям Медины свою близость к ним. То, что он предпочитает их на более высоком уровне братства, а это братство именно ради Всевышнего Аллаха. И хотел бы напомнить еще о том, когда появилась первая межплеменная рознь уже после послания к Аллаху и его благословения. Она появилась уже после периода праведных халифов, когда правителем мусульманского государства стал Муавия ибн Абисуфьян. И в мусульманских рядах началось возвышение арабов над неарабами. Когда начали предпочитать арабов над неарабами, это уже начало отталкивать новообращенных мусульман из числа персов, из числа византийцев, от основного населения. Начались обиды и именно по этой линии межнациональных обид пролегла самая глубокая трещина, которая потом в итоге через много сотен лет привела к полному развалу мусульманского государства. И сегодня эти линии противоречия лежат между персами и арабами, между тюрками и арабами. И началось дробление уже между мусульманами огромной нашей страны. Вы посмотрите, какие обиды лежат между узбеками и кыргызами, между узбеками и таджиками. Сегодня уже началось между башкирами и татарами, между чеченцами и ингушами, дагестанцами и азербайджанцами, карачаевцами и черкесами, габардинцами и балкарцами. Уже даже на тейповом уровне, как говорит дорогой хазар, началось противопоставление линий раскола внутри одного народа. Внутри одного народа, если наше поколение это не остановит, мы дойдем до просто страшной катастрофы. Я, дорогие братья, о, дорогие сестры, пожалуйста, оставьте все, что нас разделяет. И постарайтесь взять себе брата, побратимом, судник, посланник Аллаха, миром и благословением, из числа представителей другого народа. Побратайтесь с ним и каждый день с ним встречайтесь, обнимайтесь, говорите ему такие слова, которые укрепляют веру и возвышают нас над теми линиями, которые нас противопоставляют. Это конкретные реальные шаги, которые мы можем сделать на этом пути, дорогой хазар, в чем-то явшимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!